В Кремле назвали сбор денег на расследование ФБК лохотроном, как и всю деятельность фонда впрочем. Такое заявление поспешил сделать президентский толмач Песков почти сразу же после публикации скандального видео о дворце Владимира Путина в Геленджике. Напомню, неприятное для господ кино вышло в эфир во вторник днем и только за первые сутки его посмотрели 25 миллионов человек и это пока рекорд. Если вы помните, мы давно говорили и недавно повторяли о том, что нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства. А в данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Впрочем, ничего нового в лучших традициях Пескова. Вы все врете, материалы, показанные в расследовании, не соответствуют действительности. Ну хорошо. Хорошо. Допустим, допустим, и в БК лукавят. Продемонстрируйте тогда общественности свою версию, типа правдивую. Ответьте на несколько простых вопросов. Существует этот дворец на самом деле или нет? Пусть туда приедет корреспондент ВГТРК. Выйдет в прямой эфир. Скажет что-то вроде, мы находимся в той самой точке, где, по мнению авторов скандального фильма, располагается некий дворец. Докладываем и показываем. Вот съемки с воздуха, кстати, пожалуйста. Здесь нет никаких дворцов, только девственный лес, зверюшки бегают, грибники гуляют. Если дворец действительно существует, а данный факт, насколько я понимаю, подтверждается фотографиями из космоса, например, предъявите тогда настоящего владельца этой роскошной недвижимости, если не Путин, то кто? А заодно поведайте, как человек такой прелестью обзавелся, за счет каких средств. Ну это же просто. Тем более, что речь в данном случае идет о репутации первого лица государства. Вот как по мне, Кремль, как никто, должен ратовать вот за это мое предложение. Ну и если ребятишкам нечего скрывать, конечно. Однако Песков, напротив, самоустраняется. Я не я и хата не моя. Страны как минимум не находите. Начинаем! Больше скажу, вместо того, чтобы отстаивать сейчас свою кристальную честность, ребятишки зачем-то развязали что-то вроде информационной войны. Какой войны? Докладываю. А в начале недели вдруг резко политизировалась самая аполитичная площадка из существующих в соцсетях российский ТикТок. Для тех, кто не в курсе. Это молодежная видеоплатформа. Авторы размещают там короткие ролики, которые снимаются по принципу Life to Tape. Жизнь на пленку в дословном переводе. На ТикТоке настолько не говорят о политике, что даже Навальный забросил там собственный аккаунт. Не его аудитория, потому что... И вот вдруг, повторюсь, пару дней назад аполитичные тиктокеры заговорили о непривычном, о Навальном. О его аресте, о том, что из-за Навального на Россию сейчас обрушатся новые санкции. И откуда мальчики и девочки слов-то таких понабрались? Вопросы, что Запад уже отреагировал на задержание Навального и планирует ввести новые санкции. Я почему-то не удивлена. Все равно прилетел и теперь Россию просто завалят санкциями. Хотя мы-то прекрасно поняли, откуда ноги растут в журналистских и блогерских кругах. Это называется джинсой. На более понятном языке скрытые рекламы. Тут гением быть не нужно, дабы увидеть тиктокеры заряжены. Частично уже объяснил, из-за чего напрашивается такой вывод. Ребята как-то вдруг заинтересовались политикой. И очень вовремя, кстати, для режима второй немаловажный момент. Ну вы бы им хоть тексты разные раздали, а то они ж как попугаи одно и то же лопочут, запятая в запятую. За чей счет этот банкет, уверен, ты тоже догадываетесь. Да, видимо, оплатили теми же деньгами, что и чей-то дворец. Кстати, у меня тут же возникло предложение, как с такой недобросовестной пропагандой бороться. А я знаю, что с этим сделать. Ребята, тут все очень просто. Давайте действовать теми же методами, которыми действуют они против нас. Давайте возьмем на вооружение. Их же оружие какое? Очень простое. Помните закон о фейках? Полтора года назад этот закон, будучи законопроектом, наделал много шуму. Закон о фейках, закон распространения недостоверной информации, он был принят, он подписан президентом. Да, этот закон принимался для борьбы вот с такими, как я, то есть для борьбы с нами. Давайте его используем для борьбы с ними. У меня действительно есть конкретное предложение, как противостоять подобным вещам. А то вы часто спрашиваете, что предлагаешь-то, вот предложил. Посмотрим, насколько вы готовы откликнуться. Ссылка внизу, повторюсь. Ну и давайте уже о насущном, наконец, поговорим. А то врубились в эти политические дрязги и совсем забыли, что жизнь-то продолжается. И в жизни даже в такие моменты, как сейчас, происходят ситуации, которые нас касаются, как никого более обязательно коснутся в будущем. Это реальная журналистика. Новости из дурдома снова с вами. Поехали. Давненько мы чего-то о коронавирусе не вспоминали. И о путинских рывках и прорывах на этом фронте ухахатывался на медне с пропагандистов. Но обо всем по порядку. Участники клинических испытаний второй отечественной вакцины не спутник. А в этом же еще одна есть. Эпи-вак-корона, так оно называется, Новосибирский институт «Вектор» значится в создателях. А появление этой второй вакцины было объявлено в октябре 2020-го. Я хочу поздравить ученых, всех сотрудников Новосибирского центра «Вектор» с этим успехом. Это, безусловно, очень важная задача, которую вы, дорогие друзья, успешно решили. Большое вам спасибо за вашу работу, за ваш труд, за ваш талант. А в ноябре начались клинические испытания, в которых участвует порядка 5000 добровольцев. По прошествии 180 дней должно стать понятно, работает эта вакцина или не работает. То есть где-то в апреле, ближе к маю. Но тут возникла очень интересная ситуация. 11 января Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации, в том числе и этим препаратом. А с декабря, кстати, препарат уже в гражданском обороте пребывает. Испытуемые обалдели. Конечно, когда узнали, начали задавать неудобные вопросы. Более того, некоторые из них захотели провериться на антитела досрочно, которые вырабатываются вследствие прививки. И, о чудо, антител. Ни у кого не обнаружилось. Подопытные, разумеется, обалдели. И еще больше стали ногами стучать. Предложили, мол, ребята, вы нас тогда выводите из эксперимента, рассекретьте до кучи, кому кололи вакцину, а кому плацебо мы хотим знать, имеем право, хотим понять. Почему антител-то у многих нет? Написали, в общем, открытое письмо по этому поводу. Вот оно, письмо было опубликовано в минувший понедельник. И тут стали происходить еще более удивительные вещи. Сразу после возникновения скандала пропагандисты подозрительно засуетились. Причем все разом. Нет, не угадали ни об открытом письме испытуемых. Соловьевцы, киселевцы, скобеевцы бросились рассказывать о чем же. Внимание на экран. У нас прямо сейчас есть срочное сообщение. По заявлениям Роспотребнадзора, иммунологическая эффективность вакцины EpiVacCorona составляет 100%. Об этом сообщают РИА Новости. Слушайте, вот это поворот. Официально клинические испытания еще идут и будут продолжаться, как и выше сказал, минимум до середины весны. Добровольцы антител у себя обнаружить не могут, а в ведомстве Поповой вовсю хвастаются вакцина-то. Эффективно на 100%, причем даже не на 80-90, на 100, блин. Это как они он и поняли, на картах пасьянс раскинули. А впрочем, это еще не все. Чем раньше, тем лучше. В исследовании примут участие 3000 человек от 18 лет. Верхняя возрастная граница не установлена. Из условий не иметь вредных привычек и хронических заболеваний в стадии обострения. Женщины не должны быть беременны. Отказывают и тем, кто уже перенес коронавирус. Именно. Помимо вышесказанного, они не знают, как вакцина поведет себя с людьми, имеющими вредные привычки и хронические заболевания. Они, как и в случае со спутником В, не имеют представления о том, как оно скажется на протекании беременности, потому что таких испытаний никто не проводил. Они не в курсе, как вакцинация отразится на людях, которые уже переболели коронавирусом, но вакцина на 100% эффективна. По поповой можно применять массово. Ребята, это дурной сон какой-то. Совсем обалдели. Это ж преступление. На кону здоровья целой нации. Из двух вакцин ни одну толком не проверили. Я не знаю, как это комментировать. Материться хочется ей богу. Ну и раз о коронавирусе уже начали, который кому война, кому мать родна в нашей замечательной стране, так вот о тех, кому зараза все-таки мать родна, еще расскажу. Помните Лизу Пескову, королеву судопроизводства несостоявшуюся, которая, кстати, в разгар самоизоляции плевать хотела на этот вирус, которая до кучи минувшим летом искала себе работу во Франции по студенческому виду на жительство, а нашла в итоге в Москве, просвещаю. Пару месяцев назад девушка стала совладелицей предприятия сеть столичных бестро, видимо не только в судопроизводстве, но и в общепите понимает, а буквально вчера стало известно, что ее компания, вот эта вот сеть столичных бестро, будет продавать. Внимание, экспресс-тесты на коронавирус государственным медучреждением. Вот воистину талантливый человек, талантлив во всем, так что. Если вдруг вам потребуется отремонтировать лодку, а заодно захочется перекусить хот-догом, а до кучи пройти тест на корону, звоните Лизе, анекдот ей богу. А у меня на сегодня все. Это была реальная журналистика, подписывайтесь на оба наших канала. Да, благодарю сеть кафе Фаина Раневская за предоставленное помещение. Здесь, кстати, тоже можно покушать, не хуже, чем у госпожи Песковой в бестро. Даже вкуснее и качественнее, я уверен. Поэтому заглядывайте. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok